Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим два стиха. Это Лука, 5 глава, 22 стих и Лука, 5 глава, 21 стих. Вы, наверное, обратили внимание на то, что мы немножко изменили порядок. И тема такая – слова или помыслы? Давайте прочитаем сначала Лука, 5, 22. «Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших». На самом деле то, что в человеке, никто не знает, никакой дух не знает, никто. Только сам человек знает свои помыслы и дух Божий, который проницает любые глубины. Поэтому, когда Христос озвучивает помышления людей, то он показывает как раз свое божественное достоинство. И следующий стих, Лука, 5, 21. «Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И вслед за этим Иисус, уразумев помышление их». Возникает вопрос. Некоторые критики указывают здесь на противоречие. Евангелист Лука себе самому только что сказал, что книжники между собой рассуждали вслух, так что Христос мог слышать их рассуждения. А теперь он говорит, что Христос проник в их мысли, которые они как бы держали про себя. В этом случае это отмечает, кстати, евангелист Марк. Какое решение? Экзегеты предлагают такое решение. Но противоречия здесь нет никакого. Христос мог слышать разговор книжников между собою. Об этом Лука умолчал. Но в то же время он проник мыслью в тайные мысли, которые они скрывали. То есть получается, что по евангелисту Луке они высказали не все, что думали. И действительно, человек на самом деле думает значительно больше, чем он говорит. Особенно, когда он обдумывает поведение другого человека. Может быть, из такта или из нежелания оскорбить другого человека он сдерживает мысленный процесс. А так как здесь не совсем понятно, о чем они говорили, то мы можем предположить, что сначала была какая-то общая беседа. Это касалось в основном того возмущения, которое они проявили в этой беседе, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Но они не могли, точнее, они могли это и не высказывать слух. Поэтому Христос обратил внимание на их общую такую взбудораженность, на их возмущение. И в то же время, как Бог, Он увидел движение их сердец, те тайные восклицания, если хотите, недовольство, которые имели место быть в их душе. Таким образом, никакого противоречия здесь нет. Оно устраняется. Мы нашли решение и придерживаемся его. Действительно, даже когда человек говорит, обращаясь к другим, вот сейчас я произношу эту речь, но, как я уже сказал, человек думает всегда больше, чем говорит. И происходит отбор слов, более подходящих для этой речи, короткой речи. Но в любом случае человек хочет найти такие слова, которые будут более поняты. А когда происходит какой-то конфликт между людьми, человек стремится скрыть какие-то слова, чтобы они не вылезли наружу и не являлись бы прямым каким-то укуром по отношению к тому, о ком плохо подумали. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Спасибо Господь! Спасибо!